Ярмарка продукции приморских муниципалитетов, костюмированное шествие и краевые награды так отметили Международный день тигра в Уссурийске. Центральную площадь наполнили тысячи горожан и гостей из других районов края. Весь день участников ждали мастер-классы, конкурсы и концертная программа. Международный день тигра учрежден в 2010 году. Тогда же была принята глобальная программа восстановления тигра, цель которой – увеличение популяции хищников в дикой природе. Олег Кожемяка поздравил жителей региона и обозначил, что для Приморья этот праздник близок. Хозяин тайги – полосатый хищник. Один из самых значимых символов нашего края. Символом, с которым мы живем и который находится не только на гербе. Он живет рядом с нами, в Уссурийской тайге. И мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы его популяция не только сохранилась, но и приумножилась. Также глава региона подчеркнул, что нельзя не вспомнить о тех, кто находится в зоне СВО, в том числе в составе добровольческого батальона «Тигр». Сегодня он стал лучшим среди всех подобных батальонов России. Мы по праву гордимся мужеством наших парней. Склоняем головы перед погибшими ребятами. Память о них навсегда останется в наших сердцах. И мы с вами должны сделать все, чтобы тыл давал возможность фронту жить и чувствовать себя уверенно. Мы вместе с вами строим новые жилые районы, социальные объекты, возводим новые порты, занимаемся развитием сельского хозяйства, делаем все, чтобы наш приморский край был лучше. В сердце каждого приморца заложено быть первыми. С этим мы живем, мы гордимся своим краем, мы уверены в его будущем. Губернатор вручил благодарности главы региона жителям Приморья, внесшим свой вклад в его социальное и духовное развитие. Отметим, как говорят сами участники праздника, такие мероприятия вносят большой вклад в укрепление любви к родному краю, сохранение традиций, любви и уважения к флоре и фауне. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.